Фу, как я ненавижу качать эти вот пуфики разные матрасы и прочую лабудень вручную. О, стоп, у меня же насос есть. Для начала я протестирую насос первой версии, он немного больше, но и попроизводительнее. На одной зарядке он способен надуть 8 надувных лодок, 30 спасательных кругов, либо 12 односпальных матрасов. Мощность 265 литров в минуту, а вес 170 грамм. Заряжается по микро-USB и к нему идут несколько разных переходников под разные задачи. Будем надувать вот такой вот большой матрас. Это двухспальный матрас или полторашка, мне неизвестно. Попробуем надуть. У нас старый матрас, но довольно качественный. И вот такой вот вход. Один вход и вот этот перепускной клапан. И я заметил такую штуку, что данные насадки, у нас их три, что от этого, что от другого насоса не подходят сюда. На насос у нас одевается вот так, раз и туда. Все-таки не получилось у нас надеть его на перепускной клапан, потому что насадки не подходят. Но это старый матрас, так что имейте в виду, ему уже лет 10, да? Больше 10 лет. Так что насадка у нас данная, другая, подходит уже на прямой вход в матрас. Производительность данного насоса 265 литров в минуту. Ну и момент истины, погнали. Штука мощнейшая. Как вы видели, накачала примерно за 2-2,5 минуты. В общем, штука рекомендую. Я немножко даже в шоке, потому что не ожидал, что будет такая производительность. Накачать накачали, теперь посмотрим, как он спустит воздух обратно. Спустить, в принципе, большую часть воздуха мы можем и сами, через клапан. Но полностью выкачать мы его не сможем. Ну или получится это геморно. А с насосом это будет легче намного. А теперь спускаем. Ну и все, воздуха в матрасе нет. Весь осал, он его весь осал, этот воздух, понимаете? Штука зачетная. Что могу сразу же отметить? Небольшой минус. Наверное, небольшой минус в том, что просто в наборе нету переходника под данный матрас. Матрас вот такой вот штучки, только немножко с меньшим диаметром, потому что он бы идеально подошел на перепускной клапан. А так, в принципе, штука, я реально удивлен. Я не думал, что она такая будет мощная и производительная. Данный матрас большой надуло буквально за 2 минуты. Это намного легче, чем дуть его ртом, что занимает много времени, сил и вообще ну его нафиг. Рекомендую, реально. Теперь давайте перейдем к другому матрасу и к другому, не такому мощному, но зато меньше в габаритах насосу. Посмотрим на него. Следующий насос второй версии, менее производительный, всего 180 литров в минуту, зато меньше в габаритах, весит 89 грамм и в нем есть фонарик с крючком. И также в наборе идут разные насадки, которых, кстати, на одну больше. Она как раз не пригодилась больше всего. Второй матрас у нас поменьше, но у нас и насос поменьше. Вторая версия Gigapump 2.0. Тут вы, как вы уже видите, новые клапаны и переходники, что с того насоса, что с этого, уже к ним подходят. Вот он, поменьше. Все элементарно вставляется, даже фонарик есть, что круто на самом деле. И давайте смотреть. И вот так, легким движением Gigapump у нас матрас. Это автоматрас, он у нас надулся. Вы знаете, мне нравится. Я уже не буду париться дуть легкими и по скорости намного быстрее и намного легче. Включили, пошли там себе что-то дальше делать, он вам надул. Штука зачетная. Теперь давайте сравним эту малютку с первой версией Gigapump. У меня есть два пуфика надувных. И попробуем их одновременно включить. Конечно, я понимаю, что это почти в два раза слабее, но все же. Зато тут есть фонарик и этот насос меньше в габаритах. Я думаю, для кого-то это будет важно. А теперь сдуем матрас. Вот как оно прикольно выглядит. Немножко прикольнее, чем в прошлой версии. Все издувается. Ну вот и все. За буквально минутку все высосало, выкачало весь воздух. У меня есть два одинаковых пуфика и два разных насоса. Они разные по мощности, но и разные в габаритах. Посмотрим, как они накачают два одинаковых этих пуфа. Как вы видите, по производительности они отличаются от друг друга намного. Но все-таки я бы вам рекомендовал покупать именно маленький. Почему? Просто потому, что в нем больше насадок. Например, мы дули сейчас напрямую без обратного клапана. В этом есть насадка на обратный клапан. А тут ее попросту нет. Вот так. И этим насосом вы будете всегда дуть через без обратного клапана. То есть напрямую. Вынув насос, то, что вы надували, матрас начнет сдуваться. Это, я считаю, проблема. Ну или в принципе, а насадки от маленького к большому не подходят. Не, ну подходят, окей. То есть, я не знаю, или докупать насадку вот эту вот поменьше, или что, выбирайте сами. Ну или перед заказом данных насосов просто смотрите в комплектации, какие у них идут насадки. Вот и все. То есть, определяйтесь, подходят вам насадки к вашему матрасу или нет. Если да, берите этот или этот. Штуки классные. В принципе, рекомендую оба. Это, конечно, пушка по производительности. Просто вы сами все видите. Это еще не все. От этой фирмы у меня еще есть мультитул-кредитка 30 в одном. Далеко не все функции будут пригождаться каждый день, но вдруг кому-то интересно будет. Из длинного списка в 30 функций вот что реально может быть пригодно. 4-х сантиметровый полусеррейтерный нож без замка. Вторая половина плейновая и заточка градусов так под 45. Открывашка для пива, которой еще приписывают функцию глаздодера. Отвертка под прямой шлиц и отвертка Philips для не слишком утопленных винтов. И еще карбинчик подвеса. Сам мультитул добротный, не люфтить ничего и пользоваться можно, конечно. Но имея в пользовании мультитулы от Роксон и от Гербер, такой инструмент не воспринимается всерьез. Хотя уверен, что кому-то и этот малыш точно понравится. А вы как считаете, вам бы подошел? Поковырял я немного этим мультитулом гайки с саморезами и он не подвел. Закручивает и завинчивает. Но мне пока не до конца понятны все его функции и где они могут пригодиться. Если вы турист, то напишите, круто было бы иметь такой мультитул в походе или нет. И что вы с собой носите в походы в качестве карманного помощника. Жду от вас комментарии, как вам насосы и мультитул. И желаю вам хорошего отдыха летом. С праздниками вас всего хорошего. Увидимся.